Это не Северная Корея и даже не Китай, а спортзал одного из высших учебных заведений в столице Казахстана. Встроенные ряды, четкое исполнение команд и много патриотической атрибутики, в основном портреты лидера нации. Так, Аграрный университет решил поддержать послание президента Казахстана народу перед главным священно-действием, исполнением гимна страны. Кстати, одним из авторов которого является сам Марсултан Назарбаев, молодежь тщательно тренируется и, наконец, сам так называемый флешмоб. Послание президента Казахстана будет в десятку, но мы затронули нашу студенческую молодежь, и мы решили провести акцию. Официальная пресса Казахстана до сих пор пестрит откликами на послание главы государства. Свой восторг гению Нуршултана Назарбаева и его курсу выражают депутаты и фермеры, чиновники и писатели, молодежи и ветераны. Дети в школах пишут сочинения про первого президента. Театральные деятели славят Ельбасы в пьесах. В последнем фильме о выдающемся политике современности снялись российские актеры Валентин Гафт и Сергей Шакуров. Дорогой Нуршултан Абишевич уверенно ведет свой народ в советское прошлое. Вот другая акция в поддержку лидера нации. В канун дня рождения президента 3000 студентов юридического университета разом признаются в любви к главному имениннику страны. Высокое чувство молодежь выражает через любимую песню Нуршултана Назарбаева «Весна на Заричной улице». Хоть советские партийные вожди уже канули в лету, дело их массовые идеологические мероприятия живет и процветает.